добрый день и любое другое время суток по вашему выбору начинаем очередной обзор нашей рубрики будни упоротых и начинаем этот обзор с обратной связи значит в комменты под ролик где я отвечал на вопросы пришел некий камрад алекс и начал предъявлять мне претензии по поводу того что я сослался на евгения юрьевича спицына в теме про хрущева мужик ты все радуешь за спицына да это ты типа ратуешь вот за это ну там ролики где спицын агитирует за кпрф и критикует соответственно нам канал красный поворот человека который продался и изливаясь потом чуть и чуть бы для чем лексиконом на серьезных щах утверждал что внезапно надо голосовать за кпрф они все сделают за за вас но вместе с платошкиным и колпакиде а еще твой великий историк спицын кидал страйки на канал красный поворот за то что они против выборов говорит мне камрад алекс а учатся этот ролик запишу и камрада алекса забаню к чертовой матери вот потому что вот чего я очень не люблю так это когда люди приписывают мне того что я не говорил я нигде не говорил что спицын великий историк по мне он неплохой популяризатор а а вот я в ролике раза три оговорился что я не разделяю политических взглядов евгения юрьевича спицына не одобряя его поведение его критиковал на своем канале не один раз вот поэтому так как камрад алекс приписывает мне то что я не говорил он пойдет нахер а вот это во первых во вторых ну вот допустим я не разделяю взгляды евгения юрьевича спицына это что значит не надо читать его книжки не надо слушать то что он говорит по историческим моментам а вот ну покажите мне еще одного человека который сейчас на полный штык копает там хрущевско-брежневскую эпоху и издает там какие-то монографии на эту тему подробные да с разбором каких-то моментов вот платошкин тоже самое но колпакиде это специфический такой историк там обычно после его исторических книжек не могут найти источников где он взял свои данные вот а вот платошкин личные книжки писал по какой-нибудь южной америке там по чехословакии вот шикарный ролик егора иванова плохого сигнала да про как побрить ежа это же на книге платошкина сделано ну и что что платошкин в политике оказался клоун и самодур мне что его теперь не читать а еще мне не читать например там я не знаю а андрея ганина потому что он белоделец да вот и ничели мне не читать там александра дюкова из-за того что он охранитель и так далее а кого крупеньком не читать про то как надо бороться с алкоголизмом этом не читать или что мне читать чтобы пополнить свои исторические знания в общем камрад али алекс как идиот отправляется в бан вот а мы с вами через некоторое время почитаем шикарную статью вот про польско-советские отношения начала двадцатых годов хотя я думаю может быть мне и перед тем как и читать эту историческую статью попытаться докопаться до автора и выяснить его политические взгляды может быть там женщина которые 20 лет там назад написала она хранительница или белоделка или критиковала канал красный поворот теги дебил блин не люблю таких значит но переходим уже к нашим привычным гостям русская гвардия наш любимый монархический канал расписывает нам плюсы абсолютной монах лучше всего обеспечивается единство власти а из единства власти проистекает ее сила с единством власти связана также ее прочность ничего подобного вот иди единство власти абсолютно не обозначает ее прочность вот вспомним например такого и единобластного правителя при абсолютной абсолютной монархии как павел первый а вот не не сильно прочная оказалась его власть вот у одного удара табакеркой по голове хватило вполне 0 вспомним ту же екатерину вторую там тоже говорят единство власти немножко размывалась там всякие потемкина орловы рядом терлись вот и так далее и тому подобное законы могут быть приняты быстро чтобы адаптироваться к меняющимся обстоятельствам тут такой есть момент до законы могут быть приняты быстро вот но абсолютный монарх как бы чтобы быстро принять правильные законы они просто законы но помните как петр первый с ошибками там что-то в карете писал на коленке да всякую ерунду вот много всякого смешного по написал типа предупреждать о пожарах за за какое-то время до их начала там и так далее и тому подобное а вот чтобы принимать правильные законы они просто писать от балды все что в голову придет монарх должен обладать полной информации по меняющимся обстоятельствам а меняющиеся обстоятельства ему могут описать только его приспешники то есть его административный аппарат поэтому все равно одним монархом тут не обойтись административный аппарат обычно формируется из правящего класса то есть дворянство или мещан там третьего сословия так далее и тому подобное поэтому полюбасу вот чтобы принимать нормальные законы да то то есть соответственно надо иметь очень серьезный бюрократический аппарат абсолютная монархия может действовать очень быстро во время экстремальных или чрезвычайных ситуаций вот тут мне сразу вспоминается начала русско-японской войны когда японцы нам там посылали всякие эти самые типа предложения там может быть все таки мы воевать не будем там и так далее тому подобное а вот а там японских послов не пускали там это и так далее то есть соответственно не обращали внимание на эти документы когда подписали война уже началась вот то есть тут тоже может действовать очень быстро а может и не действовать а кстати папа по поводу единства власти меня тут сразу вспоминается такой персонаж как григорий распутин а вот портретик император николай второго на аватарке а вот это вот он наверное обеспечивал единство власти там всякие черногорские княжные которые стал верчением у николая второго занимались там кто там еще какие-то бабки виду не шлялись там при этом министров он не слушал там увольнял там еще еще была жена алекс замечательная которая тоже обеспечиваю единство власть его было единство власти охренительно а вот вооруженные силы в рамках абсолютной монархии как правило сильнее с какого буду на абсолютная монархия создает оборонительную силу которая защищает свою страну от вреда это делается для защиты семьи которые одновременно и защищает и население в целом я не знаю по моему все таки монархом защищает страну не потому что он защищает семью а потому что он защищает свои владения может семья у него может быть какая угодно опять же николай второй его замечательные родственники кузен вилли там какой-нибудь да или та же самая алекс дату то есть там семья может быть раскидана от японии до южной америки вот ну и соответственно сам монарх может быть даже не вполне русским иногда а вот многие абсолютные монархии требуют чтобы трубы трудоспособные люди также служили минимальное количество времени в армии что позволяет каждому домохозяйству каким-то образом вкладываться в благосостояние страны учета я не понял о чем тут речь вот это какие у нас было армия у нас бурит и рекрутский набор при абсолютной монархии грубо говоря человека забирают из деревни на 25 лет и он в армии служить всю оставшуюся жизнь почти вот или всю оставшуюся жизнь ну зависит от текущих войн сколько там выживет дело в том что от призывная армия да когда у вас люди служат грубо говоря какое-то короткое количество времени получают там военную подготовку а потом возвращаются домой это для абсолютной монархи тупо опасно потому что под одно и население крестьяне если вы их научите обращаться с оружием будет у вас то что было после первой мировой вот но есть когда действительно по необходимости уже людей научили обращаться с оружием мне ну вы вспомните там из кого стоила армия черт с ним с николаем вторым возьмем там людови людовика 14 из кого там состоит армия а вот это это дворя дворяне соответственно д'артаньян грубо говоря и мещане да то есть третье сословие то то тоже это планшета его слуга если мы помним что же был солдатом да но это наемники вот они за деньги там все служат даже не по призыву вот когда такое было чтобы абсолютная монархия устраивала там призывную армию требовала от всех трудоспособных людей служите какое-то количество времени в армии для абсолютной монархии это просто опасно вот ну и в конце концов что еще можно сказать про абсолютную монархию абсолютная монархия это переходный период вот между монархи феодальной когда монах это первый среди равных феодалов крупных да а вот и они его соответственно ставят и поддерживают вот и капитализмом соответственно когда монарху уже начинают ограничивать какие-то органы растущей буржуазии да будь то парламент и тогда какой-нибудь я не знаю генеральные штаты там сенат все что угодно вот потому что собственно абсолютная монархи она так и сконструирована это момент когда абсолютный вот этот монарх в борьбе с крупными феодалами опирается на третье сословие но как только это самое третье сословие вот приходит в область она сразу набирает вес за счет денег да ну потому что это обычно бизнесмены на вот капиталисты вот или промышленник анкин как то угодно вот они набирают вес и либо делают из монарха то что сейчас происходит в англии в той же самой дату и ширму вот либо просто его свергают вот я напомню карл 1 людовик 16 чё с ними случилось вот этим вот кончает обычно абсолютная монархия граждане монархисты несмотря на все свои преимущества кстати можно же еще вспомнить единство в управлении когда у нас стране принимает все решения какая-нибудь маркиза д-помпадур или д-мо-мо-пасан да там вот это вот все вот доклад геннадия зюганова сражаясь за русский мир любопытный пример риторики но это классическая риторика геннадий андреевич когда он описывает наши все социальные язвы а вот он очень лен и даже читать не будем вот значит забирается в историю бородино петр первый киево-печорская лавра жажда вашингтона там и так далее и тому подобное враги зната все все сплотить какие-то стихи и тут цитируют пачками нам и так далее и тому подобное захотеть почитайте а ссылочку дома вот ну и в общем все социальные язвы но путин хороший и надо защищать русский мир это богатый самобытная цивилизация вот мы носители великих гуманистических ценностей и большой духовной культуры но то же самое что например нам говорит какой-нибудь стрелков или прилепим вот но только в такой вливоватой оболочки а думаю в принципе уже можно вполне называть геннадий андреевич нацболом он получится из них самый образованный теодор забани нам передает что файме мирского замка под минском организован небольшая экспозиция посвященная геноциду населения белорусской сср в годы оккупации 41 44 годов с удивлением узнал среди фотографий размещенная без подписи известнейшие фото финского концлагеря в петрозаводске ну при этом повторем ход либеральной пропаганды обрезаны надписи с таблички над головами детей но где написано по-фински и по-русски что это соответственно что детей расстреляют если они значит выдут за колючку репрессируйте меня но я не понимаю зачем зачем заниматься подлогом опрошает теодор забани ну теодор девочки дизайнера судя по всему вот так дальше ну про валерий линч ну я записал отдельный ролик я не удержался но тут что хотелось бы отметить что цитирует валерий лениш ну соответственно коалиция антисоветских сообществ и это хорошо а может эта коалиция показывает себя действительно как коалиция обычно то они всякую белую мразь ну в смысле там техни белых офицеров монархистов и прочих прекрасных людей значит репостят и цитируют да мы разбирали несколько их постов вот а тут валерий лениш ну такую правую либералку такую всю себя ярусную борицу со всем на свете вот ну действительно коалиция каждой твари по паре хоть чертом хоть сделан хоть с новодворской но против проклятый коммуняк вот еще раз у нас русская гвардия значит разоблачение очередного советского мифа от телеграм-канала русская гвардия значит существует устойчивый советский стереотип что грандиозные успехи николаевских строек объясняется рабскими условиями трудящихся на самом деле в российской империи рекордные темпы строительства промышленных объектов достигнута за счет механизации работ впервые начинает массово применяться эскаваторы эскаваторов российской империи было построено 15 штук 903 по 917 год но покупали конечно за границей подъемные краны грузовики дорожная спецтехника тоже все покупали катки камни дробилки машины для забивки свай совершенствуется технология добычи руды на шахтах появляется электрическое освещение углеподъемные машины и система вентиляции гидравлические отбойники прессы врубовые машины хотя ручной труд еще играл роль но он уступал дорогу машинам и значит нам приводится две фотографии электрические вагонетки на александра немских приисках при амуре 900-е годы и стахановцы на строительстве канала ссср 30-е годы стахановские естественно мужики с тачками я русской гвардии открою большой секрет вот вот картинку мужик с тачкой сейчас можно увидеть на любой стройке вообще несмотря на то что у нас сейчас с техникой все гораздо лучше чем 1900 году ее можно было увидеть и настройки 1900 года что интересно вот а что касается стахановцев то стахановцы например рубили руду знаете чем отбойными молотками а чем рубили руду в нашей благословенной российской империи что касается александры сканетских приисков вам при амуре вот непонятно какое отношение они имеют к николаевским стройкам александры невские прииски вот эти вот да это частный золотой рудник вот то есть который был организован николаем гадалым купцом первой гильдии вот все эти вот электронные прибуды а он покупал в новой зеландии вот но тоже не у на не у нас да вот путь до реки лимб иркутской области там вот это вот все да вот короче первые годы золото добывали кайлом лопаты но потом купили драгу там и так далее и тому подобное вот это любопытный момент но это частный золотой прииск причем тут какие-то николаевские стройки я понять не могу значит кстати вот наличие драг она ну и вот этих вот электронных вагонеток она абсолютно не означает что там все делалось там с помощью машины электричества вот вы можете послушать у меня на канале или почитать на бумаге очерк ларисы рейс на прокатываем где были платиновые прииски примерно в то же время вот там тоже есть эти самые драги электровагонетки а послушайте как там замечательно живут рабочие а вот то есть есть эти вагонетки нет вагонеток естественно проклятая советская власть она все вагонетки съела драги сожгла нет вот продолжали эксплуатировать те же царские покупали новые американцев привлекали прочим как и царское правительство вот привлекали американцев там то есть все в принципе продолжалось вот только условия труда рабочих улучшались вот кстати по поводу вот конкретно николаевских строек есть совершенно замечательно замечательная статья вот под названием прежде и теперь перемена 17 года глазами строителей мурманской железной дороги я дам на нее ссылочку чем эта статья любопытно дело в том что вот это вот это реально николаевская стройка да вот то есть и это не плохо не просто николаевская стройка мы же знаем у нас николай второй он основатель этого самого романова на мурмане современного мурманского нам строил железную дорогу вот это вот интересно как он ее там строил вот тут почему-то нигде не фигурирует никакие эти самые никакие технические достижения тут все как-то больше ручками ручками нам под 60 тысяч рабочих 10 тысяч военнопленных вопреки нормам международного права это вот у нас этот самый как его основатель гаагской конвенции да то есть вот николай второй 10 тысяч военнопленных центральных держав направил соответственно на соответственно этот самый на строительство этой дороге где они массово умирали от сангетив и непосильного труда вот и вот непосильный труд тут примерно описан да тут даже описан не даже не труд а просто путь вот условия которые его встречают рабочего который попадает на эту дорогу да и будут окружать течение полугода непривлекательный безлюдный край с массой болот нетронутый лес отсутствие пашина лугов среди которых он вырос вы вызываются в нем тоску но потому что рабочие из крестьян трудности адаптации в новой стану обстановке наряду с тяжелыми условиями труда и перебоями в сношении продовольствием одежды и обуви являлись причиной того что по окончании срока найма громадное большинство рабочих несмотря на усиленное предложение оставаться на линии на более выгодных для них условиях отказывались от этого и возвращались на родину это девятьсот шестнадцатый год вот соответственно это рабочие наемные я замечу на стратегическом государственном объекте который надо срочно построить чтобы возить английские грузы из соответственно архангела из мурманска на фронт из порта да вот и вот такие там условия работы что рабочие оттуда тупо разбегаются да вот автор приводит но эту очерку очерки мурманского быта так называемый за девятьсот семнадцатый уже год это уже при временном правительстве выпуск от 5 ноября но как мы понимаем что это все еще до революции писалось а вот автор приводит типичный диалог между новенькими счетоводом участка так что если сапог не будет мы на работу не встанем чем пришел в том и работой возражает счетовод может и только обуться сюда пришел нам таких не надо не надо обратно могим а деньги в счет заработка пришел мы бы знали что с нами так поступит за такие деньги не посарили они позарились бы прийти но и убирайся к черту не давать ему продуктов из головой из кладовой а будет разговаривать жандарма передадим вот так вот мило соответственно это уже при временном правительстве тоже замечательные были люди вот это все стратегический объект с образом времени точнее временности не оконченной ситуации связано упомянутая в очерках время нка она обозначала деревянную дорогу использовавшуюся при строительстве укладочного пути мурманской железной дороги в четырнадцатом шестнадцатом году по словам автора публикации временка шла то зигзагами то параллельно пути то пересекая его быстро переходя в негодность если по ним успел проехать обоз тяжелым грузом лучше ходок может пройти по такой дороге не больше четырех верст час а босс проходит среднем версту за то же время босс видите не электронная вагонетка да а время нка то есть деревянный настил грубо говоря вдоль железки где вы кладете шпалы там рельсы вот деревянный настил от ходьбы по бремянке сильно отбиваются ноги особенно болят пятки а по прошествии нескольких дней делаются на пятках мозоли тоже происходит слушать не у которых стирались копыта и лошадь пройдя верст 300-400 становится негодной ну и так далее там бандитизм там траляля все дела вот значит заключение а тут автор сразу не замечает что все эти вот реалии стройки аки как бы революционизировали рабочие массы а вот то есть уже к лету 18-го года вот пришли кровавые коммунисты уже к лету 18-го года магистраль сооруженная ценой огромных человеческих усилий превратилась настоящий фронт на рельсах стала одним из плацдармов военных действий красноармейских частей против отрядов союзной интервенции но это наши замечательные белые ребята вот что у меня есть сказать по поводу да кстати да забыл у нас этих самых эскаваторов вот в российской империи их за 15 лет 15 штук произвели а вот а у нас с начала тридцатых до войны 550 но это так словом вот значит из комментов в контакте ки под очередным каким-то восхвалением николая значит некая елена воронцова пишет академик зелинский химик разрабатывал противогаз вместе с государем николаем вторым об этом мне рассказывал его сын андрей николаевич зелинский в девяносто первом году в москве в доме где жил его отец там траляля все дела ну то есть николай второй у нас и чтец и жнец на дуде и грец сикорский рассказывал что он там в самолетах разбирался железнодорожные строители рассказывали что он железных дорогах разбирался значит военные что военном деле оказывается еще и противогазы дел академик зелинский николай дмитриевич действительно знаменитый химик вот уряд трех сталинских премий но дожил аж до 53 года то есть прожил более 90 лет 92 года а вот действительно создал один из наших противогазов первых первый самый до угольный еще а вот значится с 901 по моему по так сейчас 911 по 917 год работал профессором санкт-петербургском политехе то есть теоретически то он конечно мог вместе с николаем вторым делать противогаз но вопрос она кухер ему там николай второй при создании противогаз вот я не знаю он когда во вторую мировую войну работал там а над всякими химическими связи смесями и топливом да вот для красной армии для ркк он сталин отзвал вот к себе давайте поработаем а вот вместе помогите мне зачем и в как тут правильно предположили в комментах николай 2 ему тому мог быть нужен только с одной целью чтобы на нем опыт и ставить надевать на николая 2 противогаз и и проверять задыхается он или нет вот чем николай 2 ему попасть помочь профессору академику и великому химику это вот значит обзор на фильм girl from петровка фильм очень милый такого количества клюквы мы не видели со времен красного рассвета но обзор к сожалению был заблокирован ютюбом оказывается потому но только для россии вообще со всех остальных стран через vpn можно смотреть на ютюбе но как выяснилось что на ютюбе для россии нельзя слушать буни м вот я этого не знал вот так что это к слову там у меня под каждым роликом есть там ряд ссылочек до подписывайтесь на киноскладик на исторический складик на мою страничку вконтакте подписывайтесь на телеграм-канал где постоянно выкладываются соответственно всякие аудиоверсии да вот под каждый ролик то есть она на случай если с ютюбом что-то не так ну и вообще тут много есть информации полезные принципе которые не можем может не попадать какие-то ролики или обзоры вот ну и вообще пообщаемся как бы обратная связь и так далее и тому подобное в общем подписывайтесь на ресурсы лайк репост колокольчик делитесь друзьями обсуждайте в комментах все как обычно вот а фильм девушка с петровки но если у вас крепкие нервы а вот то можно можно там там много смешного вот ну хватит с нас монархистов перейдем к более прогрессивным людям к либералам дочь немцова жанна вот бывшая жена банкира из банка как он назывался петра трест сейчас секундочку там это было интересно вот посмотрим жанна немцова да сейчас мне очень просто понравился когда вот я решил вспомнить кто это да вот ну как короче начаться де девушка она нд нд личная жизнь вот короче в 22 июля 2002 года 18-летняя немцова получил в собственность от управления делами президента квартиру площадью в сто восемь шесть квадратных метров в пестижном районе москвы в доме посадово кудринской 19 но этот самый центр да вот значит потом она сказала что это папе дали потому что ему жить было негде когда он приехал в столицу из нижнего новгорода если вы помните а потом передали соответственно в собственность вот как хорошо у нас устроил устраивались ребята ну по поводу того чтобы борису немцову негде было жить это очень сомнительно дело в том что как знает наверное любой кто живет в районе метро третяковской борис немцов там жил в доме на углу этой самой как и звать то господи малой ордыньки и климентовского переулка у них там были квартиры у него и уриных команды а вот а жанна немцова в 2004 году уже будучи владелицей квартиры вышла значит за банкира дмитрия степанова занимавшим занимавшего тогда пост вице-президента банка петрокоммерц вот петрокоммерц это опорный банк компании лукойл который потом стал частью банка открытия который тоже является опорным банком значит компания лукойл сектом свидетелей отсутствия финансового капитала в россии и его влияние на политические процессы это вот картинка империализма компания лукойл банк петрокоммерц вот вице-президент значит соответственно женится на жане немцовы а немцов соответственно тогда еще занимает должности в правительстве вот он пожалуйста весь империализм до копеечки как на ладошке мне просто показал что это хорошая такая картинка да ну естественно после того как папу грохнули жанна уехала значит из россии и начала каяться за русский народ жанна борисовна на конференции альянса демократии это на миша светов пишет в копенгагене попросила прощения за войну от лица всех россиян кто уполномочил жанну немцову говорить от лица трех от лица всех россиян понять невозможно это народ виноват что не сверг путина и позволил себя пытать и убивать и вот этот тезис я я уже говорил он ровно взят из валерии линишной новодборской которая в своей вот этой замечательной статье гори гори моя звезда обвинилась именно советский народ что это быдло не хочет свергать сталина да и поэтому она во всем виновата в этой всей тирании и преступления ровно то же самое вот то есть коллективная ответственность народа и когда соответственно друзья жанны борисовны придут сюда к нам если не дай бог придут конечно боже упаси на вот они будут соответственно вешать его вот все что им не понравится в действиях наших нашей власти на весь народ ну вот такая логика по крайней мере у жанны борисовны до народ российский конечно виноват виноват он то в том что позволил таким упырям как ваш папа известный playboy застреленный в обществе элитной бляди вот посреди москвы вот и оставившись своим детям очень большое я слышал наследство где он его взял на государственной к службе вот или он через ваши там банки банки как петрокоммерсом или лет и все остальное зарабатывал а вот вот российский народ виноват в том что он дал таким людям вообще в область попасть немцову его друзьям и вам где вы наелись откусили себе кусочек и убежали за границу где теперь извиняйтесь за есть российский народ какое которому вы никакого отношения в данный момент не имеете а вот так что каяться не будем значит ролик про новодворскую статья гори гори моя звезда это вот замечательная картинка мне понравилось это съезд справедливой россии где они решили выдвинуть кандидатом в президентом точнее поддержать кандидата в президент владимир владимирович путина вот это я так понимаю участники своего у них стоят значит на сцене самое страшное лицо из всех участников своего сергей михалыч мирланова я так и не понял я так и не понял честно говоря вот почему он то ничего не на фронте от его выражение лица просто все все враги разбегутся вдребезги пополам а вот а у ребят которые на сцене у них лица скорее печальной кстати куда по данным депутата шейна из фракции справедливая россия соответственно партия в полном составе проголосовала за поддержку владимир владимирович путина на выборах президента россии за одним исключением самого олега шейна он был против вот ну и последний у нас опять либералы марина овсянникова выпили вы помните марина овсянникова девушка девушка с плакатом с первого канала а вот сейчас я так понимаю в они вот навального пытают а его дочери не дают выступить в американском университете травят бедных либералов травят со всех сторон я не знаю как пытают навального я честно говоря за этим не слежу значит дочери не дают выступить в американском университете кто путин нет американские студенты вы удивитесь после начала войны оппозиционеры оказались самой уязвимой ситуации с одной стороны их преследует кремль с другой стороны их выступления отменяют на западных площадках ну ребята оппозиционеры Вы поймите, дело в том, что вы после начала войны потеряли влияние внутри страны почти, то есть ваши организации типа ФБК тут разгромлены, да, то есть вашим сторонникам запрещено собираться на площадях и улицах, улицах и площадях, как говорил Шико из романа «Графиня де Монсоро», да, вот. И теперь вы как бы не особо и нужны, вот, что вас поддерживать-то, вот, теперь другие методы идут в работу, но в данном случае, насколько я понимаю, какие страшные заговоры с целью затравить несчастных оппозиционеров, иммигрантов, да, они ни при чём, вот. Тут есть статейка, где написано, за что, соответственно, эту самую дочку Навального, Дашу, да, затравили в Джорджтаунском университете, короче, её туда пригласили читать лекцию, насколько я понял, о политических заключённых, вот. Вот, но студенты выразили протест, написали сотни писем в деканат, что уберите отсюда эту девушку, вот, потому что Навальный, Навальный нехороший человек, у студентов оказалась хорошая память. И вот, что они припомнили Лёше, что он, короче, называл иммигрантов тараканами, ну, то, что Навальный был склонен к национализму, мы знаем, да, да, то есть, и американские студенты это запомнили, а Джорджтаунский университет, насколько я понимаю, это один из базовых университетов для МИДа, вот, ну, американского, естественно, для Министерства иностранных дел, а вот. Вот, и они запомнили, что он называл когда-то иммигрантов тараканами, использовал, значит, ругательство с гейской риторикой, ну, я так понимаю, вы извините, я тихо скажу, он там кого-то называл пидорасом, вот, судя по всему. И только недавно признал, что Крым это украинская территория, вот, то есть, вот, недостаточно прогнулся перед нашими западными партнерами Лёша Навальный, за что ему и припомнили в Джорджтауне. Вот, в общем, вот так вот получилось, нехорошо, вот, вот такой вот у нас сегодня выпуск, мы сегодня так хорошо охватили диапазон от левых, потом к монархистам и, в конце концов, к либералам. А вот статью про польско-советские отношения, прекрасную, которую мне посоветовал охранитель, кстати, пёс режима Владимир Семендей, вот, мы почитаем в ближайшее время. Я всё-таки хочу, как бы, убедить своих слушателей, что если читать научные монографии с нужным настроем и правильным подходом, да, то есть, расцвечивая, там, какими-то комментариями, то это может быть увлекательным занятием. Вот, всем хорошего настроения, всем добра.